всем привет меня зовут владимир мельников и я снимаю видео для своего канала на ютубе в частности про автомобильные эксплуатационные материалы сегодняшняя тема цитановое число углеводородов но прежде чем начать сегодняшнюю тему хотелось бы сказать пару слов о данном видео то что данное видео скажем так является не только полноценным видео то есть полноценной темой но также является скам так продолжением предыдущей темы все ссылки соответствующие будут в описании к видео ну что ж приступим и так что такое цитановое число углеводородов в целом вот я привожу небольшую табличку то что углеводороды как его это углеводороды и цитановое число углеводород будет парафиновые а цитановое число варьируется от 60 до 100 единиц c ч стану числа дальше олефиновые от 50 до 90 на нефтяные от 20 до 40 и ароматические от 0 до 30 воспламеняемость соответственно цитановое число и вот собственно как они выглядят скажем так визуально вы можете наблюдать на данных изображениях то что справа соответственно это как она выглядит с точки зрения химии а это то что мы можем наблюдать невооруженным взглядом следующее это скоток продолжение что такое цитановое число сокращенно c ч это показатель воспламеняемости дизельного топлива дизельный топливо равняется то есть обозначается дт число равняется в процентах содержание цитанов в смеси с альфой метила нафталин который по самовоспламеняемости в стандартных двигателях двс эквивалентное использованию топлива методы определения а по критической системе сжатия по периоду запасания воспламенения по совпадению вспышек это уже скажем так для более профессионалов воспламеняемости что такое воспламеняемость товарные дизельное топливо должно иметь цитановое число в определенных оптимальных пределах а именно применение топлива с ацетановым числом ниже 40 приводит к жесткой работе дизеля и ухудшению пуска свойства топлива также повышенное цитановое число более 55 не целесообразно так как возрастает удельный расход топлива в результате уменьшения полной полноты сгорания увеличение дымности выхлопных газов cd т то есть цитановое число дизельного топлива зависит от его фракционного и химического состава в гостах цитановое число дизельного топлива она нормируется во пределах от 45 до 55 но принципе так золотая середина цитана дизельного топлива вот то есть вот ученые сидели думали изучали этот вопрос и перешли к такому выводу то что дизельное топливо цитановое число дизельного топлива сам такое оптимальные равняется где-то время варьируется в пределах 45 55 единиц вот и все простым словами то есть это ответ на часто задаваемый вопрос чему равняется цитановое число дизельного топлива вот вам пожалуйста ответ где-то в пределах от 45 до 55 единиц если бензин варьируется где-то от 92 и вот а и 92 то есть там где-то минимум как минимум 92 единицы цитанового числа и вот там как дальше 92 95 98 и сейчас я вот бывает заезжаем заправки вижу же а и 100 то есть это о чем говорит то что там уже больше ну цитаново числа равняется как минимум 100 единицам а почему потому что дизель появляется все более мощнее ну есть еще множество других причин ну я говорю он такие причин которые первую приходит вам на ум вот едем дальше это присадки в принципе присадках я уже говорил в одном из своих видео ну сколько соответствующий будет в описании ну напомню о чем то есть зачем тут нужны присадки в данном случае для увеличения цитанового числа товарных дизельных топлив применяют специальные присадки улучшающие воспламеняемости топлива их добавляет по одному проценту масс преимущество к зимним и арктическим сортам а также к уменьшению цитанового числа дизельного топлива вот то есть в одном из своих видео я уже затрагивал эту тему присадки вот так что что такое присадки я уже в целом рассказываю ну сейчас кратко напомню присадка в двух словах это такой такой химический элемент который призван улучшать или наоборот понижать те или иные характеристики дизельного топлива не только дизельного допустим бензин масло охлаждающая жидкость тормозная жидкость то есть она скажем так регулирует те или иные характеристики того или иного той или иной технической жидкости простыми словами ну если будет вам интересно я прям сделаю отдельное видео прямо чисто на присадки еще более подробно скажем так по этому вопросу и вот тут идет тоже такая маленькая скандак подтемка это вернее под заголовку так сказать это присадки позволяют увеличивается данное число но всего лишь где-то 10 12 единиц вот но это я имею в разумных пределах а так ты если заморочиться то конечно можно и больше а можно и меньше кому как нравится далее улучшение пусковых характеристик то есть по сравнению с бензином дизель лучше тем что он легко относительно бензинового двигателя запускается вот дальше уменьшает нагарообразование то есть если бензиновый двигатель он хоть и работы должна работать нормально но он все равно он загрязняется более опытные вас контакт механики или просто пользователя автомобиль скажет он просто засорот двигатель становится от бензин ну да он бензин такая штука который не очень приятный чем дизель во всех смыслах вот а дизель он по сравнению с бензиновым он не так загрязняется он более такой сам так получше будет но при этом техническое обслуживание будет сложнее прошу обратить на это внимание следующее это вязкость дизельного топлива то есть что такое вязкость я уже тоже рассказывал в одном из своих видео вот она вязкость дизельного топлива тут тоже присутствует то есть понятие вязкости что такое вязкость дизельное топливо это топливо в системе питания дизельного дизельного двигателя выполняет одновременно и роль смазочного материала то есть скажем так дизель он выступает в роли не только топливо которое сжигается происходит работа двигателя нет он также еще и смазывает трущиеся детали конечно не так как масло ну какой-то процент скажем так и последнее ограничивает нижние и верхние пределы то есть он сказать работает в норме то есть в заданных ему предел заданных ему задачах то есть не больше не меньше вы все вот это все что я хотел рассказать в данном видео на этом все всем спасибо пожалуйста не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальцы вверх пишите комментарии а также не забывайте поставить колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео также не забывайте пожалуйста обращать внимание на подсказки на видео которые всплывают а также добавляйтесь ко мне в различные соцсети я лично этом буду рад у нас на этом все все спасибо и до новых встреч